Смотрите, еще одна красотка такого голубого цвета. Вот, смотрите, вот она выглядела, е-мое. Получается, прямо вот так вниз и вон в небеса, как будто улетаешь на ракете. Е-мое, вот это гонка, е-мое. Ты что, офигеть. Я выбрал вот чикентика, тут курочка, лаваш, рис, салатик. Там вы посмотрите, какая красота. Там у нас луна, звезды. Вы здесь сидите, кушаете пиццу, пасту и наслаждаетесь такой красотой. Блин, а с другой стороны, прям крупным планом. Мы вот подошли и, смотрите, они все сошлись в нашу сторону. О-о-о, е-мое. Ого, ну что ты. Классно. Всем привет, друзья. С вами, как всегда, Александр Гуртовой и Руслана. Привет. И, друзья, напоминаю, что мы находимся в Объединенных Арабских Эмиратах. На данный момент в Дубае, но сегодня мы планируем отправиться в Абу-Даби. Очень хотим посетить парки аттракционов Ferrari World и Sea World. Sea World это вообще новый парк. Мы там уже были, но мы еще не все успели обойти. В Ferrari мы тоже мало горок испытали в прошлый раз. Как-то забегались. А сейчас хотим на лайте поехать и заново все посмотреть. Это будут вообще незабываемые эмоции. А билеты в парки аттракционов мы брали, как всегда, на сайте Туристина Дубай. А все потому, что на сайте Туристина, если вы покупаете билеты, они идут дешевле, чем на кассе парков аттракционов. А также бонусом вы получаете комбо-обед в любом из парков. То есть мы взяли билет в два парка за один день и в любом из парков сможем пообедать. Также если вы берете один парк за один день, то тоже комбо-обед будет включен. Это очень удобно, дешевле, чем в кассе. Плюс ребята из Туристина высылают инструкцию, как доехать на бесплатном автобусе прямо в парке аттракционов Абу-Даби и обратно. То есть если у вас есть билеты, вы можете бесплатно воспользоваться автобусом. Мы ждем сейчас его как раз. С Дубай-Марины он идет от отеля Millennium Place. Вообще удобно, мы вышли, два метра прошли. Но бесплатные автобусы ходят не только с Дубай-Марины, а с многих районов Дубая, а также с других Эмиратов. Если вы будете брать билеты, вы просто напишите, где вы живете, и вам подскажут, где ближайший бесплатный автобус. И вышлют инструкцию с расписанием, в какое время они ходят. Также для подписчиков инстаграма Туристина Дубай на некоторые экскурсии всегда есть скидки. И специально для вас контакт на Туристина я оставлю в описании под этим видео. Обязательно пользуйтесь. Очень хорошее и выгодное предложение. В аквапарке, кстати, и в другие парки аттракционов тоже всегда идут билеты дешевле, чем в кассе. А вот и отель Millennium Place. Смотрите, я так понял, он прямо здесь в кармашке остановится. Там будет написано, парки аттракционов. Высокий, кстати, отель тоже хороший, мы за него слышали. В этом доме, мы уже говорили вам, мы должны были жить за 1900 долларов. Но, к счастью, мы сэкономили и нашли вариант тоже хороший. Это все метро DMCC. Смотрите, там метро, там Jumeirah Lake Towers. Все находится рядом, все удобно. Поэтому будем ждать наш автобус в Абудабе. А вы тем временем усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек. Заранее нас поддерживайте лайком. Всем, ребят, приятного просмотра. И хочу напомнить, что до 100 тысяч подписчиков осталось совсем немного. Если еще не подписаны на канал, обязательно нажимайте кнопочку подписаться и нажимайте на колокольчик. Также будем благодарны за репост наших видео своим друзьям, родственникам, близким и знакомым. Все, друзья, мы уже на месте. Вход в Феррари у нас через Ясмол. Яс – это сам остров, где находятся все парки аттракционов. То есть они тут все рядом, да, можно несколько парков за один день брать. Ну и в торговом центре, если кто-то хочет пошопиться, тоже можно зайти, взять что-то прикупить, перекусить, там и мороженое, и все что угодно. А ехали мы всего с Дубая полтора часа. То есть очень быстро. Мы даже не заметили, как время пролетело. Ну это плюс-минус, я не знаю, может даже немножко меньше. Я уже готов к экстриму. Руслана вообще любит аттракционы, поэтому сейчас сразу, наверное, на самую быструю горку в мире, друзья. Представляете, это просто что-то с чем-то. А вот и главный вход, смотрите, нас сразу встречает логотип Феррари. Феррари Ворлда Будаби. И тут еще большое количество магазинов с мерчем. Можно и одежду купить на тематику Феррари. Также сами машины находятся в парке. Вот в прошлый раз много мы не посетили, да, как-то мы по-быстрому спешили. А сейчас мы вот с самого начала на открытие приехали. И, друзья, будем на самые крутые горки отправляться прямо сейчас. Очень удобно, что у нас онлайн-билеты от туристей на Дубай. Мы прямо сразу идем, их сканируем. Не надо идти в кассу, искать ее. Просто открываем их на телефоне. И прямо здесь на входе их отсканируют. Все очень быстро отсканировалось, друзья. И нас сразу встречают машинки Феррари. Боже, друзья, вроде бы парк и для детей, и для взрослых. Но я радуюсь как ребенок, я вам честно скажу. Хотя тематика Феррари очень популярна в Дубае. Потому что здесь много Ламборгини, Феррари ездит. Потому что многие едут именно сюда, чтобы посмотреть, что можно купить на тематику Феррари. Какие машины есть, тем более они тут такие нестандартные. Смотрите, для фотозон можно подойти, вот, например, машина. И тут для одного, я так понял, да, сиденья. Залазишь и улетаешь в космос. Феррари Монза Спай. Вот это монстр, друзья, я вам хочу сказать. Смотрите, какие интересные персонажи нас встречают. Можно сделать фотографии совместно. Очень круто придумано. И тут тоже, друзья, продолжение. Смотрите, еще одна красотка. Такого голубого цвета. Дальше уже начинаются аттракционы. Я смотрю, что людей немного, да, отлично. Небольшие будут очереди. Но все-таки, наверное, начнем с Формулы Росса, да. Мы только проснулись недавно. И чтобы взбодриться, это то, что надо. Где-то она вот здесь, если не ошибаюсь, находится в зоне рейсинг-зон. Также большое количество детских аттракционов. Вот, например, там Формула Росса. А тут можно на таких вот машин, как видите, Феррари покататься. Ну, представьте, для ребенка это просто счастье. Покататься на машине Феррари, типа автодром. Я бы был просто на седьмом небе каком-то от счастья, если бы меня привезли в такое в детстве. Я бы и сейчас тоже прокаталась на них. Мы возле парка видели много школьных автобусов. Еще обсуждали с Русланой. Нас там возили куда-то в музей, да, еще какие-то парки. А тут детей привезли школьные автобусы в такое крутецкое место. Ну, это вообще... Это очень классно. Я думаю, для детей это будет воспоминание на всю жизнь. Блин, друзья, только что подошли к Формуле Росса. Оказывается, она сегодня закрыта на техработы. Но мы уже на ней катались. Тут еще много аттракционов в парке, которые мы не посетили. Поэтому предлагаю не терять времени и отправиться прямо сейчас на них. Смотрите, в этом парке, помимо экстремальных горок, есть еще такие вот аттракционы, типа горки, самые маленькие дети скатываются. Тоже все в стиле Феррари. Но прикольно, что тематика придерживается абсолютно на каждом углу. Да, мне очень нравится то, что пар сделали тематически. И куда не пойдешь, везде будут окружать вас Феррари. А вот и, кстати, ресторан, в котором можно будет использовать бесплатный купон на комбо-обед. Мы, наверное, попозже сюда сходим. Я как-то все-таки хочу на аттракционы. Мы тогда не все успели посмотреть, что тут есть, как работает. Ну, вообще, в целом, я смотрю, тут и попкорны, хот-доги, да, и смузи можно взять. На каждом углу какие-то ресторанчики, перекусы. Короче, голодным не останешься, но именно вот наш комбо-обед в том ресторане, да, насколько я понял? Тут просто десертики, вдруг кто-то для детей захочет взять. Смотрите, пироженки у нас, круассанчики. Макарунцы, да, или как они правильно? Такие вот сэндвичи. Разные цены, по 30, я смотрю, пицца тоже по 30, по 25. Есть сырная такая шаурма огромная. Ну что, друзья, предлагаю на вот такой американской горке, машинке Феррари, начать для разогрева, а потом уже пойти на что-то типа турбо-трек, да? Как ты думаешь, нормально будет? Я думаю, что нормально, и я смотрю, что на этой горке катаются как дети, так и взрослые. То есть детки вообще там как будто бы лет 5, вот смотри, они как разлетят. Блин, ну прикольно, слушай. Тоже Феррари, тоже машинки. Погнали как раз, пока еще немного людей. Ну что, погнали. Ты тут? Ой, друзья, по одному сели. Как раз с этой горки будет офигенный обзор на весь парк. Для разогревщика. Офигеть! И по второму кругу. Это, кстати, очень удобно, что не один круг, а можно повторить. Потому что один круг вроде маленький, а так, чтобы полностью насладиться. Ё-моё, погнали! Кстати, свободное падение сбоку, видите? А вот смотрите, как интересно сделано. Прямо Феррари в собственной красе. Одна так, другая с другой стороны. Прямо снизу и сверху. Ну интересно. Так, ну что, прокатились. Предлагаю теперь пойти на турботрек. Мы вообще тут мало где катались. Поэтому сейчас как раз будем делать для себя насыщенный день с адреналином, скажем так. Вот турботрек, вроде бы мы видели, она даже вылетает на улицу. Не могу точно говорить, потому что не катались. Но, мне кажется, будет что-то очень экстремальное. О, смотрите. Вот, кстати, на этом тоже надо будет проехаться. Это машинки едут вдоль озера по такому городку. Там и в туннель заезжают. И миниатюрные машинки. Я так понял, то на пульте управления можно поездить, да, по городку. Если не ошибаюсь, вон люди стоят с пультом. Ну, короче, не знаю, вот это, да, то, что вылетает. Я так и не понял, как она называется. Но надо искать, где на неё вход. Наверное, где-то там. Смотрите, сейчас будем вот сюда идти. Это что-то с чем-то. За 10 секунд в небеса и обратно. Офигеть. Всё, все довольные вернулись. Ну, это реально круто. Блин, с удовольствием бы подснял вам. Но нельзя с камерой. Очень быстро и очень небезопасно. Блин, друзья, такое чувство, что где-то в космосе побывали. Вышли как раз вот площадка. Сейчас попробуем дождаться, чтобы показать, как это всё со стороны выглядит. Офигенная горка. Мне она очень понравилась. Она очень быстрая. Я вообще не думала, что она будет такой быстрой. Вот, смотрите. Вот она выглядела. Ё-моё. Получается, прямо вот так вниз и вон в небеса, как будто улетаешь на ракете. Быстрый эффект. Но, друзья, такого мы ещё нигде не ощущали. Смотрите. Вот они вернулись. Я, кстати, смотрю, что есть разнообразные машинки. Вот эти, которые едут как поезд по рельсам. А там прямо такие, как Феррари. Как будто бы гонка Формулы-1. Вот на те машинки я бы зашёл. А, и мы же ещё упустили вот эту горку, что вылетает. Помните, мы вам показывали, проходили. Прямо из стены. Это было, кстати, турбо-трек. А вот та красная, это уже совершенно другая. Предлагаю пойти на неё. Ну, тут прям панорама на весь парк. Видно, что где находится. Там машинки, озеро. Парк очень огромный. Каждый для себя найдёт, чем здесь заняться. Вот. Вот сюда мы хотим сгонять. Смотрите. И тоже, кстати, на машинке Феррари. А вот это, кстати, что внизу, вдоль озера такого искусственного, мы заметили, что тут большое количество разных достопримечательностей. Например, Колизей. Потом вон Пизанская башня. Там много, если проехаться. То есть вы как на экскурсию отправляетесь. И с детьми можно, и взрослыми. Не сильно быстро. Вон на пульте управления это всё. И что? Погнали сюда. Погнали. Ты готова к экстриму? Фух, друзья. Вот это, конечно, топовые эмоции. Прямо, знаете, как представление целое. И прямо, и назад, и на бок. И там всякие эффекты. 3D вверх-вниз. Но вообще понравилось реально. Не зря мы тут простояли и дождались свою очередь. Мне понравилось то, что этот аттракцион, он один из самых длинных, которые мы посетили. Мы узнали, что вот эта горка тоже американская. Прям мега крутая, экстремальная. Нам как раз только что за неё рассказали. Называется она Flying Access. И я так понял, типа в стиле самолётиком. Но она как длинная американская горка. Мне, кстати, руки аж трусятся после этих всех аттракционов немножко. Короче, мы решили сюда пойти. Потому что сказали, что одна из самых крутых, которые здесь есть. Но там не самолётики прям. Короче, я думаю, отправимся, сейчас покажем что-то интересное. Нас так или иначе будет сейчас ждать. Ё-моё! Вот это горка! Ты что? Офигеть! Ё-моё! Вот это жесть! Ты вообще жива? Да! Офигеть! Офигеть! Вот это мотает! Я в шоке! Охренеть! Я в шоке! Ты как жива вообще? Нормально! Офигеть, друзья! У меня аж заложило уши! Вы сами всё видели? Это просто мощь! Это мощь! Вот реально адреналин просто аж выпирает! Аж вылазит! Мы никогда на этих аттракционах не катались. Я очень рад, что мы сейчас это всё посетили. И приехали опять в Феррари парк, потому что в прошлый раз не успели всё. А сейчас как раз то, что не успели, повторяем, но это было что-то с чем-то. А тут у нас сладкая вата, попкорн. И смотрите, мы идём, как будто бы такой небольшой европейский городок. Смотри, там как будто бы танцуют в этом, в окне. Но я так понял, здесь фотозоны, всякие кафешки, да? Можно что-то прикупить, какие-то футболки. Как тебе вообще вот эта горка? Очень классно, у меня до сих пор руки трясутся. Я не ожидала, что она будет настолько быстрой и что она будет настолько длинной. Мы в прошлый раз, помню, когда подходили к этой горке, то думали, что там просто вертолётики. Оказывается, это одна из самых крутых... Смотрите, хочу вам показать, что тут есть у нас. Лего в Феррари можно купить. Потом чашки в Феррари, кепки, футболки. Короче, сувенирчики, даже вот такие маленькие машинки. Всё от официального производителя Феррари. Всё, друзья, после такого экстрима мы вернулись в этот ресторанчик Илпо Дио, где воспользовались нашими ваучерами на комбо-обед. Получается, у нас отсканировали билеты, мы на выбор. Я выбрал вот чикентика, тут курочка, лаваш, рис, салатик, соус. А Руслана взяла шашлычок на лепёшке и тоже с салатом. Также напитки можно брать. Нам дали стакан, я так понял, сколько угодно, да? Можно подходить и брать. И, друзья, это предложение только если брать через Тулесина-Дубай. На кассе комбо-обедов, как мы поняли, вообще нету. Там только билеты продаются. Так что это как приятный бонус. Приятного аппетита я прямо слюнями начинаю давиться, потому что пока бегали, катались, я уже проголодался. Но я смотрю, очень много людей. Сейчас хочу попробовать и как раз поделюсь с вами эмоциями. Смотрите, весь ресторан полностью забит. Как тебе шашлычок вообще? Да не пробовала. Я уже не пробовала. Ну давайте, друзья, чикен тико. Это, кстати, аналог бирияни. Тоже специи. Я прям соскучился уже по этому вкусу. По индийским специям. Раньше, честно говоря, когда мы жили в Индии, мне он поднадоел. А сейчас я с радостью его ем. Я еще помню, бив в бирияни часто в Индии брал с говядиной. Тоже было очень вкусно. Я, кстати, смотрю, порция очень большая. Да, и с лепешкой курочка. То, что надо. Но Руслану захотел именно шашлычок взять. Это куриный, из чего он? Это куриный шашлык. Здесь очень много специй. Оно не острое, вкусное мясо. Из филе или из бедра? Я думаю, это филе. Филе? Ну отлично. И картошечку я одну у тебя украду, попробую. Так что приятного аппетита. Будем обедать на эмоциях. Все, друзья, плотненько мы пообедали. Продолжаем дальше нашу тусовочку в Феррари парке. Я вот сидел, пока ел и думал, что вот эта горка Flying XS, она даже круче, чем Формула Роса. Там ты просто пулей пролетаешь и ничего не понимаешь. А тут очень длинная, не знаю, мы минуты или полторы, да, наверное, летали. Я даже не знал. В прошлый раз мы думали, что там просто вертолетики или самолетики. Оказывается, там полноценная, крутецкая американская горка. Сейчас мы проходили, я видел краем глаза, там прямо выставка машин Феррари. Давайте забежим, глянем, что там интересного. Смотрите, какая красота. Можно прямо подойти и вплотную посмотреть на такие крутые тачки от Феррари. Я, кстати, таких вот нигде не видел. Только в таком парке, я думаю, можно их рассмотреть. Ну либо на соревнованиях, там где смотрят, на одногонке. Мы никогда не ходили. Да, я тоже никогда таких машин еще не видела. Ну или вот, посмотрите, это уже другая, можно более вплотную снять. Хочу вам показать в целом, как она выглядит. Это место только для одного, да? Это именно для гонок все сделано. И круто, что они сделали такую прямо, знаете, как выставку. Вот не пойму, там чемпионы написано. Может, это те машины, которые именно победили. Или как это сказать? Ну а с чем это связано, может быть? Я не знаю, я такого еще не видела. Я уже жду, что в комментариях будет смеяться. Ну и в целом, вот, смотрите, несколько вариантов таких машин. Там тоже формула. И получается, вот, нельзя трогать. Только подошел, только посмотрел. И на этом все. Мне кажется, они одинаковые. Да? Да. Все может быть, но я не пойму, в чем загвоздка. Почему их тут несколько штук стоит, у каждого свой номер. В общем, кто знает, напишите. Не смейтесь, не смейтесь. Лучше напишите, почему все именно так здесь поставлено. О, друзья, мы спустились. Даже не знали, что тут есть отдельная зона. Это возле этого озера, смотрите. Adventure Zone. Там тоже продают всякие сувениры. Очередь. А, это на вот это свободное падение, да? Которое мы сверху видели, когда катались на вот этой мини-формуле Россо. Тоже тут всякие развлечения. Это уже платное, насколько я понял. Можно выиграть игрушки, да? Если закидывать мяч. Не пойму, платишь деньги, а потом, если закидываешь какое-то количество раз, то что-то выиграешь. Я думаю, да, потому что там стоят такие огромные игрушки, машины к Феррари. А, все, друзья, мы разобрались. Вот этот картинг, он платный. Из всех аттракционов мы впервые встретили что-то, за что надо платить. А так, абсолютно все, что мы тут посещали, это бесплатно. Ну, картинг, я смотрю, там 60 дирхам. Я не знаю, какое-то определенное время. Если кто-то хочет погонять, то есть вариант это тоже здесь сделать. А вот те вторые медленные машинки, там уже бесплатно. А, ну и смотрите, для тех, кто помладше, кто не хочет прям такого экстрима, как мы, то можно на вот таких вот каруселях покататься. Такой вариант, вот эта роса маленькая, и там такие просто крутящиеся чаши, или как их назвать? Да, там есть крутящиеся чаши, и вообще для детей тоже очень много аттракционов. Особенно всякие детские площадки в той стороне, где ресторан, там одна на другой. Я так глянул, нам-то это не надо, мы без детей. Но для вас информацию даем, вдруг кто-то с ребенком приедет. Все, друзья, самые такие основные аттракционы, которые мы хотели, посетили. И так как у нас два парка за один день, мы будем перемещаться понемножку в другой парк, который называется Sea World. И встретимся с вами уже там. Все, друзья, мы добрались. Парк развлечений Sea World Yash Island Абу-Даби. Главный вход. За пять минут подъехали на бесплатном автобусе. И смотрите, прямо как раз горка Манта. Самая классная горка, мы на ней катались. Но горка это, конечно же, хорошо. Мне кажется, в этот парк, помимо аттракционов, еще ходят, чтобы посмотреть на океанариум, животных, другие развлечения, шоу дельфинов. Здесь даже есть самые настоящие пингвины, к которым можно подойти. Давайте зайдем, посмотрим, покажем вам. В прошлый раз мы не все посмотрели, как раз сейчас насладимся этим парком по полной. Честно вам скажу, этот парк у меня ассоциируется с какой-то сказочной атмосферой. Это новейший парк. Аналог, самый основной, насколько я помню, в США, в Орландо, да, находится. А здесь уже открыли позже, прямо в Абу-Даби. И многие о нем не знают. Поэтому, друзья, если вы еще думаете, какой парк выбрать, я бы рекомендовал этот в первую очередь. Все, друзья, мы сразу отсканировали наши онлайн-билеты и зашли в парк без очереди. Давайте посмотрим. У нас тут сразу небольшие аквариумы нас встречают. Я помню, что парк делится на несколько зон. И надо подряд тогда идти и все смотреть. Я помню, что здесь еще есть две холодные зоны, где действительно лежит снег. И, по-моему, там нужно одеваться. И вот ресторан, друзья, возле пингвинов. Не знаю, есть ли он сейчас. Тоже посмотрим, покажем. Тут, я помню, скаты были. Давайте пройдем в основную зону, откуда уже можно отправляться в другие, которые находятся подряд. Очень крутецкий вход сразу же через большой аквариум. Смотрите, куда ни посмотришь, везде красота рыбки. Вот, что это за как будто бы морской тюлень, да, какой-то? Это он. Да, это он и есть? Да, это он и есть такой огромный. А вот и та самая основная зона, я бы сказал, с вау-эффектом. Вы посмотрите, какая красота. Там у нас луна, звезды. Я помню, что эта картинка всегда меняется. И получается, подряд идут зоны. Первая, вторая, третья. Ну, штук пять точно есть. Очень все красиво украшено. Давай начнем в этот раз с Поляриса, да? Там, где пингвины, потому что, наверное, самое то, что нам запомнилось. Ради этого, как минимум, стоит приехать в данный парк. Такая, друзья, красота. Такое чувство, что мы здесь впервые на таких же ярких эмоциях. Вот у нас Полар Оушен. Давайте сюда зайдем. Антарктика. Прямо уже ощущается атмосфера прохлады. Тем более, для Дубая это нестандартно, да? Тут везде жарко. Итак, у нас зона Антарктика, Арктика. И ресторан, который нам запомнился больше всего, Амбертос. Давайте зайдем, покажем, как он выглядит. А фишка этого итальянского ресторана, что, смотрите, вы здесь сидите, кушаете пиццу, пасту и наслаждаетесь такой красотой. Мне кажется, такого ресторана просто нигде не существует, как здесь. Смотрите, он как будто бы с нами хочет поздороваться. Такие классные, такие пушистики. Там их тоже очень много. Можно зайти прямо в эту зону, смотри, такие. Я заметила, что сейчас еще здесь очень много маленьких вот таких пингвинов. И огромный плюс, что сам ресторан тоже сделали в таком стиле ледникового периода, если можно так назвать. Все в голубых тонах. И как раз такие красавцы плавают все время возле вас. Блин, друзья, как круто, как классно это все выглядит. Тут действительно холодно. Можно прямо подойти и посмотреть. Вы посмотрите, как их много. И они прямо прыгают все в воду. Я помню, если дальше еще по мостику пройтись, то можно вплотную, прям вот в полметра от вас на них посмотреть. Но говорят, что нельзя со вспышкой фоткать и нельзя их трогать. Это сразу предупреждают, когда заходишь в эту зону с пингвинами. Смотрите, оказывается, можно спуститься прямо вниз и через стекло посмотреть на тех самых пингвинов, которых мы видели сверху. Вот они все тут плавают, мостик перед нами. Мы там ходили, вам показывали. Там, кстати, прохладненько было, а тут уже так, ну, более-менее, да, не так холодно. Я так понял, по этому туннелю мы куда-то дальше выйдем. То есть мы для себя уже открыли новые места, которые в прошлый раз не посещали. Только что гуляли возле пингвинов, и я Саше говорю, было прикольно в тиме поплавать. А потом понимаю, что там, скорее всего, минус 10 градусов воды. Это точно не для тебя, если поплавать, уж поверь. Ты сразу там замерзнешь и скажешь, все, я пошла на выход. Я сомневаюсь, что ты зайдешь. Смотри, тут ресторанчик, который сделан тоже в стиле льда, только без вида на пингвинов, на бассейн, да? Вообще по территории большое количество ресторанов. А, вон там, да? Можно сидеть, смотреть. Большое количество ресторанов, но не спешите сразу забегать в первый попавшийся, потому что там есть и в джунглях, и тропики, и возле фламинго. В общем, много локаций, надо все успеть, поэтому погнали дальше. А если, друзья, вы влюбились в пингвинов, то сразу на выходе из локации есть вот такие пингвинчики на память о данном месте себе домой, и чашки с пингвинами, такие все крутые, и кепки, и одежда, вон и для детей. Это то, о чем я говорил, что с детьми, друзья, обязательно надо сюда прийти. Будьте в Дубае, съездите и удивите, потому что этот парк, мне кажется, в чем-то даже круче, чем Диснейленд, потому что в Диснейленде уже все привыкли, все многое видели, а тут все новинка, животные и много чего интересного. Мне, кстати, этот парк, из всех парков, которые мы посетили, понравился больше всего. А это же морские котики, да? Они тоже там есть, следующие локации, можно взять и прикупить. Вот, это что, морж или что? Да, это морж. Морж. Это когда говорят в холодной воде купаться, значит, моржи, да? А вот здоровенные, друзья, и моржи, и пингвины. Хотели бы такого себе пингвинчика? Смотри, эти как будто бы влюбленные, да? Друг с другом стоят даже на полочке. Я такого хочу. Мы как-то по подземному переходу вышли в итоге в локацию соседнюю, Антарктика, по-моему, там, где находится моржи, тюлени, да? И тут есть, кстати, крутой аттракцион, который мы в прошлый раз посещали, но мы сейчас уже хотим чисто по животным пройтись, посмотреть по парку, потому что аттракциона, мне кажется, нам хватило в Феррари. Ну да. И следующая локация – это Тропикал Оушен. Одна из, наверное, самых красивых, потому что здесь мы сможем наблюдать живых фламинго, и это место, друзья, мне напоминает Таиланд. Я помню, там и попугаи, и джунгли. Вообще красота. Также можно вниз спускаться, там и детские горки, развлечения. Давайте пройдемся к основному залу. По-моему, здесь шоу дельфинов, да, проходит? Как раз. Также в этой локации находится та самая горка, которую мы показывали на входе. Она называется Манта. В честь Монтерей, наверное. Хотим как раз спуститься и прокатиться на ней. Заодно постараемся показать вам, потому что это реально незабываемые эмоции. Вот, смотрите, Манта. И реально нарисованный Монтерей. И через такие вот кораллы, можно сказать, и подводный мир, мы проходим на ту самую популярную горку. Классно. Классно. Вот это мы летим, друзья. Вот это нормально, я понимаю, движуха, друзья. Это еще не все. Это реально очень длинная, очень крутая горка, которая нам больше всего зашла, да? Е-мое! Ребят, тушечки! Это что-то щепное, вам честно говорю. Еще раз год дает! Зачем Диснейленд, если можно вот так вот отрываться? Вот это то, ради чего мы любим посещать парки аттракционов. Помимо красивых локаций, когда есть такой вот экстримчик. Ну, реально горка длинная, нам понравилось. Мы уже целенаправленно туда шли, потому что знали, что она очень крутецкая. Ну, и, конечно же, в этой зоне основная локация это Фламинго. Мы уже, друзья, приближаемся. Смотрите, тут, кстати, скаты, манты, я смотрю, дельфины во всем этом огромном бассейне плавают. Можно подойти и их внимательно рассмотреть. Ну, и атмосфера джунглей, таких вот скал. Все выглядит очень реалистично, как будто бы прям по-настоящему. Мне эти Фламинго напоминают сразу Арубу. Мы там не были, но я постоянно видела видео с Арубой, там точно такие же Фламинго были. А вот, друзья, и те самые Фламинго. Смотрите, какая красота. Как раз ухаживает за ними еду там. Я видел, насыпает, добавляет воду. Я так понял, меняет. И можно сделать классные фотки. Даже если вы не были на Арубе, то здесь они выглядят ровно точно так же. Такие же яркие, красивые. Ну, не знаю. Мне вот эта локация настолько запомнилась, чтобы как только решили сюда снова прийти, то я говорю, обязательно первым делом зайдем и посмотрим на этих красавчиков. Блин, а с другой стороны прям крупным планом. Мы вот подошли, и смотрите, они все сошлись в нашу сторону. Боже, вот это красота. Прям подходит. Мне даже немножко стрёмно, чтобы он не клюнул случайно. Я не знаю, мало ли. Ему что-то не понравится, и он захочет клюнуть. Но это очень-очень мило, очень красиво. Я прям в восторге. Я думаю, многие, кто приезжал в данный парк, запомнили именно такую вот картинку. Вот Руслана мечтала на Арубу поехать. Теперь, я думаю, уже и не надо. Смотри, они прям возле тебя, вот. Такая, сильно не этот, а то, ну, не знаю, что-то всё равно стрёмно. Смотри, они друг друга даже клюют и дерутся. А представь, что они могут сделать, если им случайно там руку дать или ещё что-то. Ну, я только что испугалась, потому что я снимала видео, он подошёл прям к моей руке. Да, может, он хотел, чтобы ты его погладила. А ты прям испугалась. Смотрите, тут возле Фламинго тоже есть крутые зоны в стиле, даже я бы сказал, Задзибара-то, я не знаю. То есть, пляжная такая тропическая атмосфера. Это кафешки, можно и вверху, и внизу сесть. Много чего есть. Мы там и пиццу, помню, видели, и бургеры, и другая еда. Спайс Айленд, кстати, называется. Острый остров. И смотрите, магазинчик Фламинго Пойнт. Можно на память взять таких Фламинго, либо дельфинов, смотри, розовые дельфины, да. И такие вот прикольные. Тут в кофте прямо, знаешь, такой интересный, крутой. Кстати, написано, что там все игрушки делают из переработанного пластика. Вау, смотрите, мы вышли в основную зону, и тут прям какое-то представление, и картинка полностью поменялась. Такая красота. Но мы ещё не посетили одну из основных зон, которая называется Endless Ocean. Здесь находится огроменный аквариум. Сейчас зайдём, и вы сами всё увидите. Эта зона, наверное, одна из самых тематических. Всё очень красиво украшено. И фишка этого места – это такой вот круглый, смотрите, аквариум, который идеально подходит для фотосессий. Также можно очень долго ходить по вот этим всем тоннелям. Там разные виды морских обитателей. Всё подписано, расписано для тех, кто не знает. Место очень классное. Это, наверное, самый красивый и уникальный океанариум и зоопарк совместно. И здесь находится что-то миллионы литров воды. Да. Да, в прошлый раз нам уточняли эту информацию. Специально к этому шару спустились, чтобы посмотреть на морских животных, обитателей, как они выглядят. Давайте подойдём. Я помню, тут и акулы, и скаты, и манты. Вау, смотри. Это акулы такие, да? Наверное, да. А представь, если можно было бы с дайвингом туда вот нырнуть, вот скатик, рыбки, и поплавать, посмотреть вплотную. Я помню, в прошлый раз мы смотрели, что туда работники, конечно же, заплывают, чтобы навести порядки, покормить ещё что-то. А насчёт туристов, то вряд ли. Я слышал, что есть в Дубае самый глубокий бассейн, куда можно спуститься туристам. Но это, друзья, в другом месте, это не тут. Тут вы чисто приходите и смотрите на морских обитателей. Вот Манта Рей, я помню, когда мы дайвинг на Мальдивах брали, точнее не дайвинг, а снорклинг, то там были огромные, я бы сказал, огроменные манты. Но место, конечно, очень красивое. Мы опять вышли в главную зону, и здесь такая музыка, как будто бы погружает тебя полностью в сказочную атмосферу. Очень часто здесь в течение дня меняются разные картинки, и также разные там мультики показываются, разные медузы, рыбки. То есть для детей это просто целое шоу. И очень интересное шоу было. Прямо переоделись там в звезду морскую, в тюленя, ещё в кого-то. В общем, много персонажей, и со всеми ними можно поделать фотографии. И ещё одна красивенная зона, которую мы не посетили, это, друзья, микро-оушен. Здесь у нас и для взрослых, и для детей есть аттракционы. Американская горка даже. Но сама фишка этой зоны, что всё сделано в стиле подводного мира. Смотрите, там тоже мы зайдём в магазинчик, и просто попадаешь опять в очередную сказку. Там такая типа а-ля ромашка, ресторанчик сразу на входе, где можно пообедать, либо поужинать. И большое количество развлечений. Тут можно и уточек половить. Смотрите, это аттракцион. Октозум. Октопус, да? Осьминоги, я так понимаю, на лодочку. Все садятся и будут кататься туда-назад. Вот, американская горка синяя. Она такая средняя. Не прямо экстремальная, если там боитесь, да? Экстрима. А то я бы советовал прокатиться. И там дальше тоже давай пройдёмся. Мне кажется, это самая такая фотогеничная локация. Тут все фотки просто будут мега крутецкими. Мне нравится то, как она подсвечивается. Вообще, очень красивые декорации. Точно надо было так придумать и красиво украсить. Очень много на самом деле аттракционов. Тоже свободное падение. А вверху прямо с потолка медузы, которые переливаются. А вот смотрите, какое развлечение. Руслана прыгает. И шарики выпрыгиваются. Это же надо было такое придумать, да? Прикольно. И получается Планктон Хаб называется. Я не понимаю, что тут. Там прямо, знаете, как в каком-то фильме. Мы проходим, нас роботы сканируют. И я так понял, запустили горку, да? Слышно по звуку. Вон, друзья. Кто-то уже кричит, пищит. Сейчас прямо здесь вот, да? Выйдет. Но она такая. Она не прямо экстремальная. Она лайтовая, как я уже сказал. И тут нас встречает. Это кто у нас? Космонавт? Или то, что наоборот, под воду ныряет? А это в космос летит. Тоже похоже, шар такой вместо головы. И вот еще такое интересное развлечение. Я вот не пойму, их как-то раздавить можно? Да надо прям хорошенько давить. Только что давили. И вот берешь. Вон, видишь? Раздавилось. Надо прямо хорошенько надавливать. Потому что так не работает это все. Вот. Я вот это имел в виду. Смотрите. Как в фильме каком-то. Идем. Нас это сканирует. Проходим. Дальше какие-то звуки издают. Ну, интересно, блин. Попридумывали, конечно. Интересные моменты по-современному делают. Такого, как здесь, в основном нигде мы больше не находили. А мы сейчас пойдем в ресторанчик там, где пингвины. Хотим посидеть чай, кофе, выпить немножко и насладиться. Потому что локация прям очень зашла, друзья. Нигде так не посидишь. Поэтому еще там посидим. Я думаю, на Манту можно зайти. Еще раз экстримчик отдать немного. И будем после этого уже на бесплатном автобусе возвращаться обратно к нам домой, на Дубай-Марину. И я надеюсь, что вам понравился данный выпуск. И вы нас поддержите лайком. Напишите комментарий, какая локация из всех. И какой парк вам понравился больше всего. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ведь до 100 тысяч осталось на канале совсем немного. Буду благодарен за репосты наших видео своим друзьям, родственникам, близким и знакомым. И до скорых встреч. Совсем скоро. Мы с вами снова увидимся. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok